Прошел какой-то промежуток времени, находясь среди все время вызовов, штрафов, угрозов. Но церковь росла понемножку, молодые люди были и объявили в одном небольшом городе нашей области брак. И где мне надо было сочитывать? Вызвал уполномоченный, предупредил, что если поедешь, будет тяжелое последствие. Смотри, будет полное наблюдение, можешь не вернуться домой оттуда. Но все эти угрозы были на своем месте, а дело Божие, оно росло, распространялось. Слава Богу, что люди были такие не только пожилые, но и молодые, чему мы очень радовались, благодарили Бога. Назначили на один день воскресенья брак. Это примерно километра 30 от Белгорода. Помолились Богу, объявили пост и молитву. Первые въехалищие поехали, их остановили, потому что все автобусы, машины, все проверялись. Проверялись, остановили, возвратили назад. Вторая группа поехала, тоже остановили, вернули назад. Все проверяли автобусы. Очень строго. Три ряда было заслон сделан. Конечно, думали уже брака не состоится, но все-таки верующие начали тогда, доезжали до первого заслона милиции, вылазили с машины и шли пешком по лесу, кто где как мог пробираться. Все-таки человек 50 разными путями с других мест собрались. За мной особо наблюдали, особо следили. Трудно очень было пробраться туда. И все-таки, снова обратившись к Богу, я попросился к таксисту. Сели мы с четверо в машину. Я сел сзади у такси. Едем. Первый заслон останавливает такси. Майор милиции просит шофера, посади меня. Он идет, уже все занято. Ну ладно, потихоньку потеснимся. И что удивительно, садится он рядом со мною. Потеснились мы в Волге. Сидит майор. А шофер спрашивает, а что такое, непонятно. Я еду второй раз, и три заслона стоят, милиции, во всех этих проверяют. В чем дело, кого ловят. Он достает фотографию. Да вот, главарь Баптистов. Сегодня там свадьба. КГБ приказало любыми путями арестовать, чтобы не состоялся свадьба. И надо обязательно арестовать Азарова. Я сижу рядом. Посмотрел он фотографию. Говорит, смотри, если увидишь дух, сразу срочно останавливай. Ну, едем дальше. Я немножко натянул пониже фуражку. Еду и думаю, что такое Бог делает. Едем второй заслон. Он кивнул. Я здесь в машине. Майор этот. Милиция пропускает нас. Третий заслон. Подъезжаем уже там, где близко должен быть штаб. Там много машин разных. Он выходит. Его встречает милиция. Ну что? Да пока не видно. Не знаю, кругом стоят посты. Ну, мы поехали. Он вылез. Мы немножко проехали. Там речка. Так Бог дал, что я вышел. И около речки там кусты. Потихонечку прошел. Народ уже собрался. Идет небольшое собрание. Ждут все меня. Пройду или нет. И вот все обрадовались. Вдруг я появился. Слава Богу. Начался, началось бракосочетание. Открыли окна. Собрались внешние люди. В милиции не было никого. Какими-то путями, видимо, кто-то доложил. Смотрим, подъезжает одна машина, вторая, третья. Ну, и кто-то из них кричит громко. Все. Уже идет. Уже Азаров сочитывает. Напрасно наши все заслоны. Одни смеются, вторые ругаются. Но мы не обращаем внимания. Они окружили тогда дом, чтобы с него здесь забрать меня. Но так Господь помиловал. Слава Богу, что бракосочетание прошло. Объявили обед. Хозяева вышли, пригласили милицию. Покушали заходить. В общем, ходили, ходили. Уколи них. Они, в конце концов, разошлись. Им стыдновато, конечно. Поуехали. Так Бог помиловал, что и назад мы приехали. Конечно, больше шли пешком через леса. И все было хорошо. Это особая была такая милость и защита Божия. Когда Господь нас вел этим тернистым путем. Но, конечно, они очень обозлились. Прошло несколько месяцев. Может, месяц или два. Снова меня вызывают. После штрафа очередной. А каждый штраф это административная комиссия. Это снова допросы. Это докуда будет. Когда будешь регистрировать. Так, братья и сестры, регистрация церкви, она не просто это регистрация ребенка или дома. Это церковь Господа. И я говорил всегда, что я не имею права это делать, потому что это не моя церковь, а церковь Иисуса Христа, которую Он купил дорогой ценой своих страданий Голгофской кровью. И поэтому приехали. Они решили всех нас переписать. Сколько нас собирается. Приехали с двумя собаками. Собаки злые были в одном доме. Мы собрали всех нас. Вывели, по одному выпускали. И записаться. Фамилиями, отчествами, где живешь и где работаешь. Слава Богу, когда мы услышали это, я попросил церковь ничего не давать. Никаких фамилий, ничего. Иначе мы становимся, вдруг кто к нам в гости приедет, естественно мы предадим брата или сестру. Это был хитрый замысел их. Шесть или восемь часов нас они держали, не выпускали, пока не запишетесь. И среди нас только одна душа нашлась, которая записалась. Все остальные, слава Богу, стояли твердые, хотя и собаки гавкали, и то, и другое. Но Бог помиловал. Это была большая победа. Когда, хотя почти целый день просидели мы в закрытии, но никто не записался. И с тех пор, слава Богу, больше этот вопрос они не поднимали. Но меня, конечно, посадили на 15 суток очередных. Их было около десяти. Всякий раз сопровождались административным судом или товарищеским судом. И здесь они употребили тоже очень страшное состояние. Когда они посадили меня на эти 15 суток, то вдруг дает начальник команду, я сколько раз сидел, я этого не слышал, не знал даже, что это там есть. Вдруг он дает команду посадить камеру с крысами. Ну, я так сначала не особо обратил внимание. Думал, что после той камеры, когда я сидел в прокаженной камере, страшнее этого нет. Оказалось, когда меня посадили в эту камеру, я один сидел, так сравнительно небольшая она. У меня был сильный радикулит, мне было трудно подниматься. Передачи никакой не разрешали, ничего. В этих трудностях просидел я примерно сутки. Было так более-менее спокойно. Потом вдруг на вторую ночь смотрю, действительно, показались крысы. Одна, вторая, третья и так далее. Не знаю я, как они были приучены, что они выбегали. Я сидел на нарах, выбегали их много. Конечно, старались прыгнуть ко мне на нары. То ли их не кормили долго, то ли трудно мне сказать, почему такое. Но крысы стали нападать на меня. Долго я боролся, постоянно молился Богу. Примерно через несколько часов заходил какой-то офицер и говорил, если не дашь согласия на регистрацию, крысы съедят. Это дано указание сверху. И опять закрывал, уходил. Ночь была, это великая тяжесть. Нельзя было заснуть, нельзя было сидеть. Надо было все время сгонять, потому что не прыгали на нары ко мне. Их было много. Так пришло трое суток. Я в конце концов измучился, уже больше не мог и бодрствовать. Упал на нары глубоко, заплакал и просил Бога, Господи, что-нибудь сделай. И здесь что-то совершается удивительное. Вдруг комната или камера, где я был, осияла чудным таким светом, каким-то непонятным для меня до сего дня. Какой-то неземной свет. И увидел я очень красивого такого человека в белом одеянии, очень сильно-сильно белое. И он каким-то путем дал знак мне, чтобы я следовал за ним. И если когда-то апостол Павел писал, что он не знает в теле, не в теле ушел, то я видел, что тело мое осталось. Но я ушел из тела. Это удивительное было явление. И перед нами все открывались. Все двери, все крыши, все открывалось. Я следовал за ним. Это был чудный-чудный человек. Крыльям не было, как рисуют ангелов. Но я понял, что это ангел Божий. Он только мог сказать мне уже по пути, куда мы шли, мне не совсем понятно, но мы где-то шли или летели в воздухе. Он просто сказал, твоя молитва услышана. И где мы были, я не знаю, но вдруг навстречу нам великое множество святых с пением, с ликованием. Среди них некоторых я узнал из братьев, которые живые. Они тоже очень таком белом, сияющей одежде всех. И их много-много. Они как-то как летели по воздуху. И похоже, было как такое вот строение их, как город какой-то. Это было очень чудно. И они с ликованием шли мне навстречу. Когда я приблизился к ним, смотрю не так далеко от меня, сзади тоже человек приближается, но только в очень красивом костюме, черном, очень красивом. И когда он начал приближаться ко всем этим святым, вдруг из уст святых полетели стрелы. Множество стрел. И его не приняли. Я все это смотрю и наблюдаю. Недалеко от меня состоит ангел. Тоже наблюдает. И когда он повернулся, закрыл лицо руками, он горько заплакал, я вижу. Птекли слезы сквозь пальцы. И сзади его, надежде его, или так видно было, было написано крупными-крупными буквами. Регистрация. Я не знаю, что бы со мной случилось, когда я сидел с крысами, потому что все время твердили за это регистрацию. Видимо, я подслабел, что Господь решил укрепить меня. И когда удалился этот человек, не знаю, сколько прошло времени, сутки или больше, мне было очень хорошо. И, конечно, я никак не хотел возвращаться. Но этот ангел, или человек в светлой одежде дал мне знак рукой, чтобы я следовал за ним. И мы возвратились в камеру. Все опять перед нами, все было открыто. Опять я вошел в свое тело. Тело мое лежало. И здесь же стояло в камере уже несколько офицеров милиции, два врача в белых одеждах. И туда-сюда меня ворочали. И я слышу, они говорят, врачи, нам непонятно, что случилось с ним. Он живой или не живой? Вроде как живой. И вместе с тем трудно понять, что с ним случилось. Когда я вошел в себя, я больше не видел ангела. я поднялся, сел. Они немножко все отстранились, врачи дают вопрос, а что с тобой? Я говорю, мне очень хорошо. Они опять смотрят, а что с тобой? Снова вопрос. Я говорю, мне очень хорошо, слава Богу. Повели меня в кабинет, там начали приборами проверять, укол сделали. Вот. Я не знаю, что они думали, о чем они там, но они все-таки между собой разговаривают. Нам непонятно, что с тобой случилось. Врачи посоветовали положить в городскую больницу. Но полковник милиции не согласился. Принесли мне матрас и положили в другую камеру. Слава Богу, там уже не было крыс. В другой камере я лег и так крепко-крепко уснул. Сколько я спал, тоже не помню, но слышу, кто-то меня толкает. смотрю, стоит человек, человек стоит в милицейской форме. И у него полная сумка разных продуктов. Это была ночь. Он пробудил меня, говорит, встань, поешь хорошо, ты давно не ел. Я устал, продукты были очень хорошие, вкусные, поел и отдаю ему сумку. Он говорит, нет, минут пять потерпи, еще поешь. Я поел еще, слава Богу, лег, уснул, и больше я не видел этого человека. Каждый день приходила комиссия, проверяла меня. Врачи приходили, проверяли. Ну и все, каждый раз врачи задавали вопрос, что с тобой было. Я им ничего не говорил, я вообще редко где-то рассказываю. Могут так понять, могут не так понять, но удивительно, Бог, во-первых, сохранил меня от этих страшных укусов крыс, и Бог укрепил меня, что регистрация это смерть, это духовная смерть, это победа дьявола. Я вспоминаю один случай, когда Александр Васильевич послал меня съездить в Ленинград и побеседовать там с Фадюхиным. Фадюхин в то время там был первым пресс-фитером церкви. И так случилось, что во время моего пребывания там, правда, он меня посадил за кафедру, разрешил, то есть, за кафедру разрешил мне передать привет, и вдруг приехали иностранцы. Он повел нас там, где-то комната была, и иностранец один задает ему, мы слышали, что ты сидел в тюрьме со Слово Божие несколько лет. И я слышу ответ, я не знал даже, что он сидел в тюрьме, хотя мы раньше с ним немножко были уже знакомы. Вдруг он говорит, это было по юности, по моей глупости, не нужно было все это так делать, как я делал, поэтому я считаю, со мной и сейчас у нас всякие добрые отношения с органами. Вот, вы видите, что я тружусь, мне доверено в таком городе, доверено мне такое служение, так что все это прошло. Потом я пожелал побеседовать с ним один на один, но он не пожелал этого, только спросил, кто тебя послал, я сказал, что Александр Васильевич меня попросил, чтобы по некоторым вопросам я побеседовал с вами, в частности по вопросу регистрации, но он конечно плохо меня знал, сказал, не надо об этом говорить, и я уехал. И вот удивительно, что это настолько был занят этот вопросом, все, буквально все, нас тут боялись друг друга. И так предательство такое шло, как чуть что вызывали, куда спрашивали, и все говорили, а иначе уйдут в отделенные, если вы не разрешите, уйдут в отделенные. И вот трудности нам создавались таки отделенным нашими братьями регистрированных в церкви. Но другого пути не было. Слава Богу, я вышел после 15 суток, меня встретили друзья, мы сфотографировались, опять тут поднялся шум, кто приехал ко мне, человек на сети. Слава Богу, возвратился домой, на работе снова после этого решили уволить меня с работы через товарищеский суд. Суд был очень действительно тяжелый, и все-таки решили меня уволить. Одни кричали не надо, там у него дети есть и прочее, но все-таки решили. Илья подал заявление на увольнение, хотя проработал там больше 20 лет на этом заводе. Господь помиловал, устроился на вторую работу, и здесь каким-то образом, я не знаю, узнал Николай Петрович Храпов, что у меня есть альбом со многими фотографиями братьев, еще начиная от первого брата Воронина. Прислал сестру Лиду, ну и, конечно, пригласил меня, чтобы я побыл у него в Ташкенте. Так, по милости Божьей, у меня было несколько дней свободных, поехали мы в Ташкент, к Николаю Петровичу. Встреча была, мы, конечно, знать не знали друг друга. Три дня я у него погостил, рассказывал мне много, он как раз в это время писал книгу, для него важны были некоторые фотографии, рассказывал мне о своих много переживаниях, скорбей, трудностей, но все-таки бодро брат укреплял меня, поддерживал, чтобы не падал духом, потому что он говорил, этим не кончится, Бог поведет и дальше, и наш путь узкий, тернистый. На одну ночь вдруг еще один брат там был, гость, лежим мы, кто-то стучит в окно. Ночь. Но это оказался тоже гость с братью, а днем он говорит, знаете, братья, вот какое положение, вот я посмотрел, постучали в окно, вы все лежите и спите, а я уже больше не заснул, больше уже не мог не отдыхать, потому что думаю, что не сегодня, завтра снова придут, снова на Ариц придется идти. так интересной конечно была беседа, но в Харькове назначили братское общение, где я должен быть в субботу быть. Когда мы пришли в кассу Ташкента, друзья провожали, слава Богу, особенно беседа тоже была интересна с Мишей Шпаком, который так он назвал его книги. Очень интересная беседа была, так молодежи пришлось там побеседовать. В семье у них были свои трудности, свои переживания, брат был редко дома, дети не всегда слушались, но все-таки у меня осталась и на память очень это добрая встреча с братом. Пришли на самолет лететь, авиакассу, касса на 5-6 было, и везде толпа, толпа и толпа людей. Куда там улететь? Только через неделю можно. Николай Петрович собрал, нас было человек на 10 или 15, помолились и он говорит, вон видишь пустая касса, я вижу, то касса ЦК, там только дают работникам из ЦК партии, подойди, подавай паспорт, ничего не говори. Немножко страшновато было, я говорю, а вдруг они спросят, иди подавай, другого пути у нас нет. Правда, я подошел, там ни одного человека не было, касса открыта, подошел, достаю паспорт, подал паспорт, взяли, сидит женщина, взяла паспорт, и только она спросила такой вопрос, вы по броне? я молчу. Ну, она говорит, ну, хорошо. И удивительно, они все так смотрят, конечно, молятся, чем кончится. Вдруг она подает билет, через час вылет на Харьков, самолет. И вот я с билетом в руках подхожу, просто такое чудо Божие. И они все, конечно, удивлены. Он на меня говорит, ну вот, а ты стеснялся, мы же помолились Богу. И так, слава Богу, я уже вечером был в Харькове. Утром было братское общение, где Михаил Иванович Хорьев проводил. Очень интересная была беседа. Так он прочитал слово такое интересное из книги Иисуса Навина, когда двенадцать человек вошли в реку и стояли твердой ногою. Я так раньше об этом и не задумывался, хотя читал несколько раз, но не обращал на это внимания. Какая бурная река, казалось, как-то можно стоять, как-то можно войти, а все-таки они поверили и вошли, и стали твердой ногой, и Бог дал победу, река остановилась. Так Бог, Он утверждал сам и других, утверждал, что Бог даст победу, все равно остановится это гонение, настанет день, когда мы получим милость от Господа. Так Господь миловал, так Господь укреплял во всех переживаниях, во всех страданиях, Бог не оставлял. какие трудности во время этих, когда я сидел снова на 15 суток, всегда приходили начальства, убеждали, уговаривали, регистрации, все, другого пути нет, все равно мы вас всех поуничтожим, мы за одну ночь вас можем уничтожить, что вас больше не будет, ну рассказывали одни примеры, другие, где там разогнали, где посадили, всячески старались, чтобы расслабить веру и упование на Бога. В один из дней сажают меня в машину и везут на одну из центральных улиц города, смотрю, стоит клетка деревянная, так метра два или побольше длины и метр или побольше ширины и примерно мой рост заводит меня в эту клетку, сажают, закрывают, сиди здесь, дают команду, правда, было тепло летом, то ли в мае месяце, не помню точно, вдруг смотрю, идут человек по 20 по 30 школьников, подходит двое атеистов, одна женщина и мужчина, становятся около меня, около клетки, подводят группу этих учеников, 9-10 классов, ну и, конечно, рассказывают, что вот сидит американский шпион, при обыске у него нашли там аппаратуру, несколько нашли пистолетов, он замышлял там того убить, того предать, ну, в общем, такие страшные вещи, говорили, это вот такие баптисты у нас есть, которые не хотят слушать советской власти, не покоряются, не подчиняются, собираются тайно, ну и разные нелепости, конечно, школьники все смеются, кричат, что с ними надо делать, и так группа за группой, наверное, групп 10 проводили, так прошло несколько часов, некоторые находили где-то камни небольшие, бросали на меня, что можно было сказать, сидел только, молился Богу и говорил, Господь, дай силы, и в разуме этих людей, которые такую кривиту говорят, удивительно, с одним из них, когда уже настала свобода, вдруг я иду по улице, идут два человека, и один из них кричит, Михаил Иванович, ты узнаешь этого негодяя? Я так посмотрел, кто его знает? я тебя сажал на 15 суток, а это был, оказывается, тоже один из тех, которые такую клевету говорили, ну, так вот идет, кричит, что у меня, я иду в психбольнице, я решил, все равно удушусь, вот сын идет, сын, правда, с ним уговаривает, его молчи, а он одно только кричит, не стесняясь ни народа, я такой-то, такой-то, я тебе много сделал зла, прости меня, прости меня, увел его сын, да, действительно, Бог поругаем не бывает, что человек посеет, то и пожнет, такие пути, трудности, которые мы переживали, но Господь был с нами, Господь был со всеми святыми, во всех переживаниях, трудностях, и после этих криков, шумов, школьников, которые готовы были, некоторые так хватали клетку эту, чтобы поднять, вместе со мной бросить, но это, правда, они не разрешали, но зло было великое против верующих нас, нерегистрированных в церкви, просидел я в этой клетке почти до вечера, снова приехала машина, забрали, отвезли в камеру, на второй день заходит начальник и говорит, ну, я тебе решил пожалеть, за тобой, вернее, пришли к нам, пришла к нам директорша ресторана, и просит, дай мне человека работать, который, самое главное, чтобы не пил, ну, приходит, камера открывает, и говорит, ты не пьешь, я говорю, нет, пойдешь работать в ресторан, буду кормить, поить, тебе только хорошо работай, не воруй и не пей, ну, что ж, я этом обрадовался, слава богу, хоть выйти из камеры, привели туда, или привезли в ресторан, только покормили, покормили, немножко покормили, в обедах больше на корме, вдруг приглашают, привезли машину вина, разружать надо, ой, что делать, она объявила, что вот, я хорошего работника нашла, он не пьет, так что доверяйте ему, и вдруг я ей говорю, обращаюсь к ней, говорю, что я человек верующий, я не пью сам, и другим не хочу, чтобы пили, я буду любую работу делать, только вино, пожалуйста, освободите меня, чтоб я ее не разрушал и не касался к нему, она так в недоумении смотрит, ты что, вино это главное здесь, я говорю, может быть главное, но пожалуйста, освободите меня от этого, я не могу этим заниматься, ну и конечно опять начал ругать, я тебя выручил, я тебе думал сделать добро, а ты тут такой сякой, баптист, ты еще хочешь нам тут командовать, ну в общем позвонил в милицию, приехали, меня забрали, начальник с одной стороны посмеялся, вот ведь какие вы люди, кто знает, как вам сделать, я вот хотел тебе сделать добро, а ты вот пошел, ну как так вино не разгружать, я говорю, я по своему христианскому учению не могу этого делать, я по своему христианскому убеждению не могу этого делать, плохо или трудно, ну прошло несколько дней опять, ребят возят на колбасный цех, приглашают меня и говорят, пойдешь в колбасный цех, сам наешься там колбасы, но знай, что оттуда все ребята по котелке колбасы приносят нам, вот мы тебе посылаем туда, ешь сколько хочешь, но любыми путями, чтобы все вы принесли по котелке колбасы нам, милиции, я так говорю, нет, я этого не могу делать, это же воровство, какое твое дело, ты поешь и знам принеси, да кто знает, дайте мне любую какую работу, пусть будет труднее, тяжелее, но только не связанное ни с вином, ни с воровством, камера меня снова отправила, вызывает через некоторое время, что с тобой делать, мне и жалко тебя, за тобой все время наблюдает КГБ, мы должны докладывать за тебя, мы тебе хотели вот так, чтобы тебе лучше было, мы же знаем обстановку твою домашнюю, тут жена каждый день приходит, бьется к тебе, увидит тебя, в это время пришли боя ребят моих, и они решили кое-что передать, конечно их не допустили, но удивительно, слава Богу, каким-то путем через решетку пролетели две луковицы все-таки ко мне, я был рад, что хлеб был, хоть с хлебом я съел луковицы, так Бог меня в этом помиловал, слава Богу, всегда и во всем сколько было переживаний, удивительно, что церковь прилежно молилась Богу, и мы никогда за все время ни разу не отменили нигде собрания, сколько приходилось ездить по разным местам, во всех трудностях, переживаниях Господь миловал, Господь благословлял, поддерживал и слава Богу, мои сыновья росли, сколько их тоже не вызывали, сколько над ними не смеялись, не лекции читали, Бог оставил их верными, что они пошли тоже все прямым путем Божьим, но приближалось все равно к тому, что предупредил меня один из работников КГБ, что тебе грозит пять лет за непокорность, что ты ездишь по другим местам, ну и так далее. Церковь, слава Богу, мы собирались во втором летом в лесу, братья мне предложили уйти на нелегальное положение. В лесу я задал вопрос церкви, как поступить или пускай сажают уже в тюрьму или уйти на нелегальное положение. Потому что по всем данным видно было, что это были последние дни мои на свободе. Церковь, конечно, заплакала, что делать, и все-таки некоторые друзья высказались. Наше мнение такое. Оставайся с нами до последнего дня. Может, Господь не допустит ареста, но на нелегальное положение это, конечно, может, и год, может, и два, может, и кто-зны как. Помолились мы, я так принял это решение тоже, оставаться до последнего дня с церковью. И настал день, это было в августе месяце, вдруг рано утром зазвенел звонок, открыли мы, засли человек пять-шесть милиции во главе с работником КГБ, остановили всех нас, что мы арестованы, никто никуда ни с места, никто никуда ни в школу ни на работу, квартира арестована. Конечно, вроде мы и ожидали, но вместе с тем ничего не прибрали, все было на месте, жалко было смотреть, когда забирали литературу, два-три мешка, собирать ее было очень трудно, но увы, было уже поздно, как-то помиловал Господь Библию одну, сохранили, слава Богу, это было богатство для семьи, обыск шел семь-восемь часов, просто смотрели и удивлялись, как какого разбойника, такой уж тщательный обыск, настолько все тщательные, все подушки, все матрасы, все портреты, все стены, все простучивалось, все проглядывалось, все искали, непонятно даже что, но еще раз говорю, что они искали потом, как следователь говорил, что были данные, что у тебя хранится касса, там, областная или все что, но увы, они, конечно, недовольны были, что ничего не нашли, но в целом просидели мы столько часов, даже и покушать не разрешили, в конце концов приказали собираться, арестован на меня, ну что, забракали, конечно, дети, все преклонили колени, они не разрешали, но, слава Богу, все мы преклонили колени, они немножко в сторону отошли, все помолились Богу, попрощались, конечно, примерно мы знали, они раньше обещали, что статья на пять лет, но если благоразумно поведешь себя, то можем и по другой статье, но и обещали также конфискации имущества, то ли они увидели, что брать особо нечего, потому что когда последний раз соштраховали, я не мог заплатить, потому что штрафы были частые, прокурор вызвал и все другие вызвали, почему не платишь, я шифонер забирать он сфотографирует это, станет на весь мир известно, но так как шифонер особо ничего не было, то брать-то не было, да и денег не нашли, в это время конечно жили мы скудно, но по милости Божией бодрствовали, уповали на Бога, голодными особо не были, слава Богу хлеб всегда был, отвезли, посадили в камеру, начальник милиции, начальник тюрьмы, известный мне был полковник КГБ, когда-то тоже вызывал, теперь смотрю, он начальник тюрьмы, встретились, ну что, достукался, сколько тебе говорили, убеждали, подай заявление на регистрацию, а теперь поздно, но еще если напишешь, еще будем рассматривать, еще можем пересмотреть, если одумаясь, в камере мы сидели небольшой, слава Богу, поместили меня в камеру, было три человека, познакомились, один человек был преподавателем института, второй человек бывший судья одного района, и третий человек директор завода, ну вот, немножко они обрадовались, что как вот к нам попался Баптист, беседа пошла, ну конечно, столько же клеветы было написано, столько статей было таких страшных против меня в газетах, и вот теперь мы сидим вместе беседуем, все они конечно удивлялись, когда я им рассказывал то, что на самом деле есть, теперь они тоже по-другому начали мыслить, потому что сами попались, статьи в них были во всех троих до 10 лет, и что еще очень плохо, что жены их всем написали такие записочки, что мы 10 лет ждать не будем, вот, мы еще молодые, ну в общем такое положение, что директа дошло до того, что только один выход, это покончить жизнь, сидели мы долго, почти полгода вместе, в основном их очень долго допрашивали, меня выводили, ну и первый допрос примерно через месяц, месяц отдыхал, было уже осень, и вдруг приглашают, ну как выяснилось, следователь был из еврейского народа, так, человек уже не молодой, беседовали много, он доказывал, что Христос это не Христос, ну и так, иногда беседа проходила, сейчас К-2, чисто на религиозную тему, однажды приносит он мне фотографию, и говорит, вот при обыске тебе фотографию нашли, ты стоишь вот здесь с молодежью, и пропаганду им ведешь, правда, действительно, человек около 20 молодежи, я остаюсь с ними, не знаю, кто сфотографировал, я ее первый раз видел, так вот, послушай внимательно, возьми ее, подумай, и если ты напишешь такое заявление, что больше ты не будешь молодежи проповедовать, больше не будешь агитировать, и детей в собрании вашем не будет, статья сразу на два года будет меньше, подумай, о жене, о детях, подумай, мы тебе доброго предлагают, действительно, я взял фотографию, посмотрел, всех узнал, кто были с нашей церкви, и те другие были, приятные воспоминания, но неприятные, конечно, что пять лет, но все-таки поблагодарил Бога, что есть те, которые из молодых людей слушали Слово Божие, слава Богу, в основном они остались верные Господу, Господь помог положить на сердце, что если Бог даст еще жить, только так и вести дальше, чтобы молодежь и дети слушали Слово Божие, как говорится, Писание не скроем от детей наших. Через некоторое время он вызывает, я приношу фотографию, отдал ему, я говорю, может, мне оставишь? Нет, это к делу, на суде она будет фигурировать. Правда, на суде, действительно, судья показывал, как я вербовал молодежь. Ну, Бог давал силы бодрствовать. До суда было времени много, делать было нечего в камере, иногда выводили на прогулку. Я не знал, что наши друзья организовали, рядом был высокий дом около тюрьмы, и когда я выходил на прогулку, они, оказывается, в окно смотрели. Ну, и видели меня, что я не унываю, улыбался, выходил, хотя я об этом не знал, мне потом рассказали. Но это радовало и друзей, и жену, и, наверное, дети смотрели, тайком так они делали. Много беседовали в камере. я попросил преподавателя института, он был преподавателем английского языка, чтобы он меня учил азбуки английскому языку, чтобы даром времени проводить. Он охотно согласился, так как я ни в кардер, ни в домино не играл, время было, а потом Господь положил на сердце, по вечерам скучно я начал петь. Песни разные были, но особенно полюбилось в камеры и других камеров. Я пел песню, почему-то у нас в церкви ее пели на одну песню революционную. Наш меч не стали бестящей, не молотом кован людским, он пламенем правды горящей, дарован нам Богом самим. Неплотен людей поражает и так далее. Эта песня понравилась. Потом вторую песню я часто пел, чтобы мы также прославляли Бога. Люблю Господь твой дом, чертог любви твоей, люблю я церковь из людей, искупленных Христом. Каждый вечер после ужина, когда я не пел иногда, стучали по камерам узники и просили петь. Пожалуйста, спой еще нам, таких песен мы не слышали. Удивительно, потом я как-то услышал, один из Пангаваиров говорит, рядом с вами камера смертников, тут сидит смертник, приговоренный к смертной казни, к расстрелу. Постучал я ему, не отвечает, еще постучал, не отвечает. Потом одного конвоира я попросил, чтобы мне заглянуть в глазок и посмотреть на этого человека. Он разрешил мне. Интересно, что он, конечно, в наручниках сидит, стол прикован, скамейка прикована, все. Ну, правда, смотрю, есть книга. Он ходит в камере, но руки его тоже скованы в наручниках. А потом однажды был, смотрел, как его вели в баню. Один спереди, один сзади, и двое держат его цепями на руках. Просто страшновато, как его водили. Говорят, очень опасный преступник. Но потом все-таки немножко научились мы через кружку, несколько слов переговаривались. Он тоже узнал, что я верующий. Когда он еще на на свободе разбойничал, слышал за верующих людей. Ну и так кое-что пришлось ему сказать. Такая вот встреча очень грустная. В камере я попросил, он рисовал хорошо, этот человек Володя, который был преподавателем, чтобы он нарисовал мне текст. Примерно за месяц до Рождества Христова написал он текст такой «Ныне родился вам Спаситель, который есть Христос Господь». Я его повесил на своей койке. Прошло какое-то время, открывается камера, заходят полковник и майор. А я в это время написал, бумажку передал, сильно болели уши, попросил, если можно что-нибудь дать. Зашли, полковник показывает, кто рисовал. Ну, все мы молчим. Я говорю, это мой текст, ищет на моей койке. Снять. Я говорю, пока я не осужденный, снимать я не буду, я за это сижу. Он еще раз сказал, ну, ничего не ответили, а потом говорит, ты знаешь Артющенко? Да, знаю, это мой друг. Так вот он подох. Вот так сидел в камере, если ты так поступишь, ты тоже достукайся до этого. Так я говорю, кто это, Борис Тимофеевич? Да, да, Артющенко. Вот какие у вас друзья. Одна вам всем учить будет, если не одумаетесь, если не регистрируетесь, все там будете. майор этот по медицине так грубо тоже говорит, ничего не получишь, на Бога на своего надейся, и таблетки не получишь ни одной, вздыхай как хочешь. Ну, этот директор с мной сидел, он не выдержал, говорит, да нет, этого не справедливо, причем тут вера, причем тут убеждение, но он на нее замолчил. И так, правда, Господь помиловал, ничего мне никогда ничего не дали, очень жалел, что Бориса Тимофеевича не стало, потом передали, что один наш брат в нашей церкви тоже умер, брат, который отсидел много лет тоже в тюрьме, верный был, всегда у его доме было собрание, сколько переносил он, испытание, но Бог давал ему силы, что он никогда не отказывал, чтобы в доме его не было собрания. Шли месяц за месяцем, допрос шел к своему концу, смотрю, появился второй следователь, я говорю, почему первый, ну, с первым оказывается, наши верующие нашли нашли какой-то контакт, где-то встречались, им это стало известно когибистам, и они назначили второго, помоложе, этот был более такой безбожник, составил очень большое дело, я посмотрел такая папка, что там хватит на три дня читать, принес мне зачитывать ее, чтобы я прочитал и расписался, сидел я по много часов, читал три дня, в конце конца, я отказался подписывать, что здесь очень мало правды, поэтому я подписывать не буду, пригласил вон каких-то людей двоих понятых расписались, что я от росписи отказался, ну и настал день, когда интересно очень в тюрьме все узнали, что я на суд скоро ухожу, ну и все, конечно, как после ужина, тут уже и контролеры, начальник тюрьмы, приходили женщины, особенно интересно, там повара были, после ужина приходили под камеру, собиралась целая толпа, как мне сказали, слушали, и вот песни, которые Господь по милости своей давал мне силы, некоторые я знал наизусть, а иногда начинал, прочитаю или расскажу, какой стих из Библии, Библию, конечно, мне не дали, ничего не дали, по памяти напишу стих, прочитаю так громко, громко, чтобы слышно было в других камерах, а потом начинал петь, пел разные духовные песни, которые мне помогали и очень для многих слушателей, узники, которые были со мною, тоже очень довольны были, нередко даже удивительно, мы начинали петь втроем, они помогали, так, слава Богу, жили в камере мы дружно, Бог помиловал перед тем, как идти на суд последнюю ночь, так глубоко Господь дал молитву, не помню, сколько я стоял на коленях молился, только слушай, кто-то меня толкает, смотрю, стоит контролер, толкает меня, что с тобой, ты живой? Я сколько хожу, заглядываю глазок, ты все время стоишь и стоишь на коленях, слава Богу, несколько часов поистине стоял на коленях, просил Бога, чтобы Бог укрепил, утвердил, как меня, так и жену, детей, церковь, вот, суд обещали на три дня, сказали жены, что в таком-то месте будет суд, в такой-то областном суде, оказалось, обманули, так как собралось много народа, то увезли меня в другой город, небольшой, когда привели меня два солдата, рядом и офицер, все, конечно, вооруженные, те с автоматами, тот с пистолетом, просто удивляться, удивляться надо было, я только вспоминал или вспомнил Господа, что поистине к разбойникам был присислен, так вроде везде себе вел хорошо, непонятно, но вот такой создали у людей страх, что вот перед вами разбойник, американский шпион, нашли у него то, другое, начался суд, людей, конечно, было много, но все были подобраны атеисты, наших верующих никого не было, судья начал задавать вопросы, я отказался от всех ответов, пока не будут здесь мои верующие, моя жена и родственники, так прошло наверное около часов двух, шумели, кричали, я сидел, молчал, пока не будут здесь родственники верующие, отвечать ни на один вопрос не буду, оказывается уже друзья были около суда там, ходили вокруг, но их не пускали, потом судья объявляет пустить жену, брата, сестру и наверное человек пять верующих зашли, увидел я их, слава Богу, обрадовался, ну вопросы как всегда были такие разные, по отношению в братство, по отношению Совета Церквей, по отношению некоторых братьев, которые сидели уже в тюрьмах в это время и не раз и не два, наши двоих пресвятеров пригласили, но увы, оба не испугались, ушли куда-то и не явились, одна только девочка одной сестры пришла, ее тоже пригласили как школьницу, что она не пионерка, когда ее спросили, кто это сидит за решеткой, удивительно, она говорит, это брат мой, а ей примерно лет двенадцать было, ну, конечно, бурно, негодование, крик, шум, как он научил, но, слава Богу, просто удивительно было, как она твердо и мужественно сказала это, так прошли примерно два-три дня, и вдруг последний момент, когда уже выводили создали тоже такую опасность у другие двери, чтобы никто не видел, и даже непонятно, каким образом вдруг кто-то бросил цветы, и цветы прямо попали в воронок, удивительно, один из солдат подобрал трицветика, и как-то он просто можно сказать мужественно подал их мне, говорит, это тебе бросают цветы, а второй подобрал целую пачку цветов и привез их в тюрьму, для них это было крайне удивительно, что все кричат, желают верности, твердости, и цветы, привезли в тюрьму, и мне три штуки я привез в тюрьму в камеру после суда, ну, правда, до камеры донес, тут отобрали, но было на душе, слава Богу, радостно, что Бог помиловал, дал силы, бодрости, зашел я в камеру, рассказал ребятам, ну, и нас разлучили, меня пересадили в другую камеру, так прошло, наверное, тоже около месяца после суда, и один из них объявили собираться на этап, интересно, подходит этот начальник тюрьмы, полковник КГБ, да, говорит, я сожалеваю, что тебе такую только дали срок большой, и скажу тебе, что тебя отправляют в дальний край, я, говорю, куда же, ничего не сказал, впоследствии узнал я, что везут в Красноярский край, когда посадили Столыпин здесь, слава Богу, братья все-таки наблюдали, расспрашивали, и как раз попали, что меня из воронка вели в камеру, в этот вагон, и мой сын, еще брат Юра, тоже увидели, начали кричать издали, я им несколько тоже ответил, тут, конечно, канмаеры зашумели, но слава Богу, что я их увидел, попрощался, сказал, что везут не знаю куда, но далеко сказали, так, как правило, напихали людей очень много, больше двадцати человек напхали, трудно было, тяжело было, но как-то Господь помиловал, что я оказался около решетки, хотя можно было дышать, я вспомнил, как мой сын старший, придя однажды с пятнадцати суток, он отсидел два раза, слава Богу, был бодр, мужествен, Бог дал ему тоже силы свидетельствовать, и когда он вышел с камеры, тоже рассказывал много, как Господь давал там, пели они, не один были, второй сын тоже сидел 15 суток, но Господь нас миловал, и вот настал вечер, въедем, мы уже тронулись, поехали, на Воронеж, и вдруг один человек кричит на весь вагон, с нами везут святого, давайте, если у кого-то есть вопросы, вот газета за нее написана, действительно, каким образом газета попала к кому-то, и конвоиры почему-то разрешили ее читать, конечно, там клевета вся была, и все начали спрашивать, где он сидит, в каком купе, я молчу, спрашивают, кричат фамилию, я молчу, так, немножко утомлен был, неохота было, ничего, думаю, хоть бы посидеть здесь спокойно, а тут еще очень доволен был, что попал, было чем дышать, ну, конвоир объявляет, вот такой сидит он, купе, и в нашем купе оказалось, у нас сидело 22 человека, один на одном почти, оказалось, один разбойник, он спрашивает, ты действительно верующий, я говорю, да, верующий, а ты святой, я говорю, да, святой, по милости божьей, ты не куришь, нет, не пьешь, нет, не ругайся, нет, ну, и начал говорить, снимись меня грех мой, я страшно мучаюсь, я иду третий этап, я никому не признался, сколько меня били, мучили, я не признался, тебе я все признаюсь, я перед тобой исповедуюсь, только снимись меня грех, ну, и так, со слезами, удивительно, все тут постановились, все смотрят, он с большим трудом прилез ко мне, открывает сумку, вот у меня все есть, я все тебе дам, если на волю выйду, я тебе озолочу, снимись меня грех мой, я не могу жить дальше, все равно я что-нибудь над собой сделаю, ну, все это слышат конвоиры, он не стесняется, говорит, я только тебе признаюсь, что я сделал, я им объясняю, что я не поп, он спросил, кто я, я не поп, я верующий человек, и снимает грех только один Бог, ой, тяжело было, он упал передо мной тоже на колени, я тебе все признаюсь, снимись меня, мне очень тяжело, я только могу помолиться за тебя, и Бог решит вопрос, снять тебе грех или нет, в это время быстро открываются двери, выхватывают его, вытаскивают, двое-трое конвоиров, не знаю, куда его отвели, на меня зашумели, сейчас посадим в карцер, прекрати, и вот такое положение, ну, слава Богу, так вроде прошло, остановились на этом, создалась полная тишина, и мы приехали в Ормолевскую тюрьму, там сидели около месяца, как правило, камеры были очень тяжелые, трудные, всюду кругом клопов полно и всяких других насекомых, кормили очень скудно, и все-таки здесь вдруг ко мне подходит один молодой человек и говорит, дядя Миша, я слышал, что ты верующий, я говорю, да, такое вот у меня бабушка верующая, она мне говорила, что если вдруг где встретишь верующих, помогай им, это люди хорошие, разрешить мне тебе помогать, я буду каждое утро брать на тебя хлеб, паек, сахар, я так союз, удивленный, думаю, надо же такому и действительно почти целый месяц он вставал раньше меня, становился в кормушке, забирал все мое и подносил так, ну, очень добрый парень такой был, я говорю, за что ж ты сидишь, что ж ты наделал, а ему так на лет по-моему 22 или 23 было, да вот не слушался родителей, не слушал бабушку, начал воровать, и последний украл пять поросят, спрашиваю, как же ты смог справиться с ними, сразу пять поросят, один, один, а я, меня научили там, воры были опытные, дали мне пять, пять удочек, пять удочек дали, я насадил на них по кусочку мяса, побросал, все они проглотили это, и я их потихонечку вывел, и они очень спокойно шли, только чуть-чуть захрюкает, и раз, дернул, все, так и увел, ну а увел теперь вот три года, ну интересно так было с ним, настал день, объявили дальше этап, на Саратов, там сидели тоже долго крайне тяжелые тюрьмы, так по милости Божьей прошел до Красноярска в разных тюрьмах, как-то возили они по-своему, в 12 тюрьмах были, настал день, когда привезли в Красноярск, в Красноярске была очень большая камера, в которой примерно около ста человек было, настолько было душно, трудно, когда большая камера, да много людей, конечно очень плохо, но по милости Божьей нашел там небольшое местечко на первом ярусе, нар, двойные нары были, и там также продолжал молиться Богу, были разные вопросы, заходили начальства, наверное, с целью объявляли, что среди вас есть баптист, тут уже не один баптист был, все это враги народа, будьте с ними осторожны, не слушайте их, но вот такие трудности были, потом дальше повезли в Красноярском крае, где-то около города Иландска, есть лагерь, как рассказывали камере, очень тяжелый лагерь, ну, как говорили, голодный, уже было немножко грустно, когда привезли туда, это примерно около шести-семи километров от города, лагерь Тайге, поместили меня на третий ярус, так называют вертолет, между койками еще ложат доски, было очень много народу, переполнил лагерь, место полторы тысячи, было три с лишним, в основном первое время находился, когда положил весь мешок, сказали сдать, что у меня было там кое-что, пришел забирать, остался один мешок, ничего не осталось, все поворовали, трудновато было, но слава Богу, с первых дней завязывалась беседа, задавались вопросы, подходили люди, вечерами выходили во двор, хотя было, конечно, очень холодно, 30-40 градусов мороз, но все-таки приходили с работы, люди покушали, все злые, все голодные, побитые, очень много били, разрешалось почему-то блатным издеваться над всеми мужиками, офицеры на это смотрели очень свободно, начальство лагеря заменилось, прислали двоих майоров из строгого режима навести порядок, по прошествии некоторое время пришел один из этих майоров, и хотя я был на третьем ярусе, и почему-то я и не знал об этом, вдруг он начал тумбочку проверять, а на тумбочке висит уже объявление, что ответственный Азаров, я этого даже не знал, ну и конечно нашел там такой предмет один острый, почему ты не видишь, почему положил такое, ну и повел меня на 10 суток в ШИЗО, все конечно были удивлены несправедливостью, но ничего не скажешь, первый раз в ШИЗО я сидел, как правило, кормили там очень трудно, хуже намного, то что у лагеря, народа много, но там шла, слава Богу, беседа, почти круглые сутки были вопросы, вопросы, в этом плане было хорошо свидетельствовать людям, грешникам о спасении, о вечной жизни, так все зековцы относились ко мне неплохо, по всему лагерю, хотя были они перегорожены, меня всегда называли дядя Миша, слава Богу, и блатные ко мне относились неплохо, но начальство конечно очень жестоко было, когда я вышел, то принесли мне кусочек хлеба, так уж там заведено, кто выходит из ШИЗО, как-то ищут кое-что дают, и в это время только когда я начал кушать, двое ребят около меня сидели, кое-чем угощали, вдруг слышу объявление на весь лагерь явиться в штаб, пришел я, сидит майор, допрашивая, кто тебе давал хлеб, я конечно не сказал, но были люди, которые доложили, мне сразу опять 15 суток, а тем ребятам по 10 суток, за то, что встретили баптисты и дали хлеб, как врагу народа, ну куда деваться, все надо принимать, потому что все это делается не без воли Божией, отсидел снова 15 суток этих, пришел конечно, все побаиваются, все знают, что наблюдают, следят, хотя другим все дается, но мне нельзя было ничего дать, очень было тяжело не евши начал ходить на работу, работа была трудная, сложная, выходных не было, все дни работали, ходили в зону, там лес, лесопилорамы стояли, таскали лес, было конечно тяжело, трудно, холодно очень, негде было погреться, а потом однажды приносят мне много писем и открыточек, ну и некоторые были из Голландии, из Германии, с Англии, ну и как-то по милости Божьей, так как у камеры я кое-чему научился по-английски, примерно я кое-что понял, из этих открытых, щитучит, сижу читаю, ну а их-то проверили там уже и отдались с целью, надеясь, что я кого-нибудь позову из переводчиков, ну подослали ко мне людей, я-то об этом и не знал, не подозревал, и спрашивает, а что ты прочитал с Англии? прочитал, а от немцев прочитал, ну как я прочитал, потому что писали Слово Божье много, мне достаточно было 2-3 буквы, которых я знал, и конечно уже догадывался, что написано, ну и по лагерю разнеслась молва, что я знаю 5-6 языков, ну начальство полошилось, вызывает меня, так ты что обманываешь, ты почему не написал в деле, и никто не знает, что ты оказывается окончил какое-то училище или институт тайком, ты знаешь столько языков, ну конечно я улыбнулся, это подействовало на них еще хуже, ты что думаешь, что перед тобой тут дурачки сидят, ну и крик, шум, в общем снова за это на 15 суток в ШИЗО, так просидел я снова 15 суток братья конечно знают кто сидел что это такое сидеть голодный холодный и через некоторое время среди всех этих трудностей которые я видел старались меня зэковцы положить вниз но начальство приходило шумели снова наверх бог посылал милость через этих людей трудно было но все таки можно было терпеть а потом вдруг вызывают и говорят что ты письмо написал я действительно написал письмо передал для верующих оно было опубликовано в бюллетене очень конечно их это обозлило вот на жену составили дело на меня чтобы я прекратил и написал письмо там что я неправду написал я конечно отказался я ничего лишнего не написал вы знаете это прекрасно какие трудные условия какие вы создаете для меня условия это не жизнь а смерть хотя я готов умереть вызывает к начальнику лагеря повели прихожу в кабинет сидят еще двое перед ним лежит пистолет он говорит ты знаешь что в твоем деле написано ну конечно говорит грубо что на товарищеском суде там требовали тебе вот здесь написано я об этом правда не знал что там написано тебе потребовали передать прокуратуру ходатайствовать к расстрелу такого негодяя так вот слушай поднимает пистолет так направляя на меня и кричит при первой возможности я сам собственноручно расстреляю тебя а сейчас даю указание на 6 месяцев посадить ПКТ и морить голодом и холодом ничего я не мог говорить на второй день уже вышло указание повели меня ПКТ по-русски и по-русски Продолжение следует...